Быт приюта, еще одна передовая для волонтера. Уже прошло три месяца, как у нас в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой забилась канализация. Летом это было не столь значительно и неудобно, конечно, но вполне терпимо. Волонтер все надеялся, что получится отложить деньги и вызвать мастеров, но получилось так, что из-за здоровья наших хвостиков у нас ничего не вышло. Постоянные обострения, лечения ребят добавили много проблем, и здоровье для волонтеров было их важнее всего. Снежка показывает мини-тиру на тему, когда сил совсем не осталось. Ее хозяйка полностью с этим согласна. В том году, когда мы въехали в этот дом, была та же проблема с канализацией. Мне ее прочистили за четыре тысячи и сказали, что она будет забиваться постоянно. Из-за неправильных работ ее надо переделать. Но сумма будет огромная, поэтому мне ее не озвучили, вспоминает волонтер. На следующих фото беляшек, который устал, бедолага. Людмила Чернецкая надеялась, что делая регулярную чистку, она не забьется. Но, увы, спецы оказались правы. Волонтер понимает, что надо все переделывать. Но об этом женщина даже мечтать не может. Ведь, как правило, в приюте нет средств даже на чистку обыкновенную. Пока было тепло, я мыла посуду на улице и выносила ведра из-под раковины. Но уже с каждым днем холодает, и плескаться на улице становится все сложнее. Так получилось, что без вашей помощи мне никак не насобирать нужную сумму, чтобы вызвать слезарей. Друзья, пожалуйста, помогите оплатить вызов и работу. Без вас мне этого не сделать. Простите меня, но больше мне некому обратиться за помощью, говорит волонтер-инвалид. Ну и сейчас самое по минимуму, мы, конечно, цен особо не знаем, но надо иметь хотя бы 4-5 тысячи, чтобы вызвать слезарей. Потому что еще плюс, если это будут ребята не с села, то нужно будет оплачивать им такси. А это еще где-то полторы тысячи, наверное. Продолжение следует...